Это я говорю потому, что меня знает Миря как человек, который посвятил всю свою жизнь развитию демократии и борьбе против коммунистов. Мало кто говорит, что он борец против коммунизма, что он антикоммунист. Я это говорю открыто. И эта борьба ни на секунду не прекращалась. Сейчас просто нашла такой зенит. И что там произошло в 99-м году? Они ворвались, уничтожили все документы, абсолютно все документы, республикского общества. И картотеку, даже... Картотеку, приказы. Как по-русски пенсоль? Гражданский конгресс Латвии, где были... Гражданские списки граждан Латвии, которые 700 тысяч человек создали эту республику. Да, подписались. И практически это было большое и могучее общественное движение на основах демократических законов, на законности. А они ночью ворвались, все это уничтожили, нас выгнали, сделали лжеобщество. И украли тоже галерею искусства. Ну да, ну я являюсь известным коллекционером, можно так сказать, латышским третяковым. Я создал в речном латвическом обществе, это самое изящное здание, которое в Латвии построено когда-либо для общественной деятельности. Я там создал национальную художественную галерею «Латвия скульптура», где было свыше 10 тысяч экспонатов, в том числе 2 тысячи картин. 360 примерно картин станковой живописи, ну большого размера, масловые картинки, полмасла, скажем. Картины масла? Да, которые стоят на теперешние деньги, ну очень большие суммы. У меня там были такие картины, которые стоят свыше миллион долларов. Так и были выставлены, да, и все. Все это верхушка коммунистов, верхушка когибистов, все это разграбило. Сейчас это находится у них дома. В частных коллекциях? Нет, ну да, у частных, у функционеров, у политмафии дома. Ну, например, у министров наших, теперешних латвийских и бывших, да, у больших, знаменитых политических, видных деятелей дома это находится. В полиции, в полицейских участках, которые изнимают, ворованные, скажем, да, потом берут их к себе. Ну, во всяком случае, ты пробовал это все подать в суд, но это не удастся, не дает. Все мои стремления в течение 22 лет официально обращаться в прокуратуру, в министерство внутренних дел и в Сейм Латвии, да. И это все, они просто отписываются ко всем президентам Латвии, все отписываются просто. Но что было очень важно, это было, что латышское общество перед Второй мировой войной была структура, которая была самой властью страны, самим государством. Потому что было примерно 800 обществ латышей во всей Латвии. В каждом месте было свое общество, и люди друг с другом там общались, помогали, все проблемы вместе решали и свои суды держали. И как раз эта структура самая важная, чтобы возновить гармонию божественную. И потому латышское общество, мы как раз этим работаем, чтобы это возновить. И президент Калис Улманис, у него там был офис тоже в рижском, в латышском обществе. И каждый день он заходил, будучи председателем, будучи представителем своего народа, и живший рука в руку с народом, он каждый день практически там был, в рижском, в латышском обществе. Мы понимаем его как дом офицеров. Все время он был на Меркеде 13, дом офицеров. В советское время. Да, в советское время. Потому что после прибития советских оккупационных войск уничтожили латышское общество и передали это здание, это великолепное здание, передали дом офицерским силам Советского Союза. И в самом верху этого здания есть как раз квартиры для комиссий. Комиссии у каждой своя квартира, и чтобы работать с концептуальными вопросами блага государства. И сейчас там делают отель, по-моему. В такое время мы живем, и мы работаем, чтобы возновить эти изумительные структуры, которые в нашем государстве были. И нам не надо их придумывать, нам просто надо возновлять. И очень просим вас помочь и подать устами и сердцем дальше эту информацию, которую вы сегодня получили. А на фасаде этого здания сохранилась прекрасная мозаика нашего латышского художника Яня Розентара. Да. Это приятно. Но она не показывает латышских богов. Там все, в искусстве тоже очень интересно, там все масоны... Поработали. Поработали. Да, так же, как наша статуя свободы. Абсолютно верно. Если посмотреть, это статуи рабства. Потому что эти три звезды, это образовательная система, это символ, который уже 300 лет почти. Фаби, это хапа, это масоны тоже, которые сделали так, это все образование. Чтобы люди, когда они получают свое образование, они просто становятся работниками в системе рабской. Или рабами, или рабогнательными, или рабовладельцами. Но не свободными хозяевами своей матушки земли. И да будет с нами Бог, чтобы мы установили систему любви, взаимопонимания и мира. Мы сохраним мир вместе. Мы сохраним мир вместе.